Вятский фанерный комбинат В 2016-м началась масштабная модернизация производства. Объем инвестиций в проект составил более 6 миллиардов рублей. Помимо прочего эти средства были направлены на установку самого современного оборудования, обладающего высоким уровнем автоматизации. Этот проект входит в число приоритетных для нашей отрасли. Два, один, запусть! 11 июля на комбинате запущена вторая очередь, хотя правильнее говорить о совершенно новом заводе. Современное оборудование и высокий уровень автоматизации позволят эффективно осваивать новые рыночные ниши. Теперь предприятие выпускает новый вид премиальной продукции – большеформатную продольную фанеру. Именно она обладает максимальной добавленной стоимостью и используется в наиболее сложных областях, например, обшивки СПГ-танкеров. Совокупная мощность предприятия увеличилась почти в два раза и составляет 192 тысячи кубометров в год. Мы движемся вперед и ставим перед собой задачу 2021 году как минимум выйти на объем производства, построив еще один завод на уровень 300-320 тысяч кубических метров березовой фанеры. И уверен, что с нашим замечательным коллективом и уже с тем опытом, который мы получили, у нас все получится. Продукция Вятского фанерного комбината экспортируется более чем в 30 стран мира. После завершения инвестиционного цикла в Кирове ежегодные налоговые выплаты составят более 500 миллионов рублей. С запуском второй очереди комбината для жителей региона создано более 400 новых рабочих мест. Мы твердо надеемся на плотное сотрудничество с администрацией Кировской области в реализации и других инвестиционных проектов на территории области, а не только лесных. О чем и идут сейчас последние согласования с администрацией. И я надеюсь, что мы прочно обоснуемся в этой области. В реализации подобных масштабных проектов, как модернизация Вятского фанерного комбината, необходимо участие органов власти. Наличие достаточных объемов березового фанерного сырья позволит Сегежа Групп обеспечить сырьевую безопасность растущего производства и внести свой вклад в поддержку региона. В декабре 2016 года между АФК-системой и правительством Кировской области было подписано соглашение по обеспечению поддержки проекта. В руководстве Сегежа Групп уверены, что региональные власти свои обязательства выполнят.